Еще одним ярким свидетельством умственных способностей кошек является тот факт, что они нашли для общения с человеком свой особый язык. Кошки действительно обладают огромным диапазоном этих звуков, у них огромных множество. Более того, можно считать, что это практически, ну, в прямом смысле, язык. Кошка может общаться так с другой кошкой, она может разговаривать сама по себе, как и человек, там, бормоча, что-то под нос или напевая песенки, например, от нервов, от какого-то возбуждения, и это абсолютно нормально. Норникель. Наша основная деятельность связана с поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых. Производством, маркетингом и реализацией цветных и драгоценных металлов. Мы являемся крупнейшим в мире производителем палатин. Одним из крупнейших производителей никеля, платина и меди. Наши металлы – прочная основа мировой индустрии. Норникель. Символ надежности. Следи за новостями. Делись новостями. Смотри новости. На седьмом в семь вечера. И далее каждые четыре часа. Чтобы обезвредить самую опасную банду, лучший детектив Гонконга получит нового напарника. Самого разыскиваемого преступника Америки. Хонер Уоттс, а кто спрашивает? Брони Чан. Полиция Гонконга. Гонконга? Пойми, за мной охотятся не потому, что я что-то украл. Я кое-что видел. Я им нужен, потому что эта девушка умерла у меня на руках. Если я вернусь с тобой, я труп. Мне плевать. Мне кажется, мы в Монголии. Он хочет, чтобы мы с ним выпили. Но нам пора ехать. Один глоток. Один. 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 Добро пожаловать на алкоигры. Отпетые напарники. В пятницу. Восемь вечера. На седьмом. Знаете, что объединяет всех этих персонажей? Это Амели. Амели Пулен. И она изменит их жизнь. Скажи, папа, если бы ты нашел что-то, чем очень дорожил в детстве, что бы ты ощутил? Кино на седьмом. Амели. В пятницу. В полночь. Язык животных всегда интересовал человека. Именно поэтому исследователи по всему миру кропотливо составляют и анализируют звуки, которые издают животные в различных ситуациях. Чтобы затем составить своеобразный словарь. И, наконец-то...